Убитый проезд в центре Северо-Запада давно беспокоил местных жителей. Долгое время люди тонули в грязи и добирались до квартир сквозь сугробы. Терпение кончилось в прошлом году. Жители Академы записали видеообращение. В марте 2020 года жители данного микрорайона направили видеообращение главе города с просьбой, что они давно живут в этих домах уже, а дорога отсутствует. Мы каждый день утопаем в грязи. После каждого дождя здесь мушек. Машины, автолюбители ломают подвеску на бесконечных ямах на этой улице. Мы устали от этого. Пожалуйста, покажите действиями, что вы заботитесь и о нас тоже. Достройте наркома Малышева. Наталья Петровна поставила перед нами задачу. В мае 2020 года был заключен контракт на проектирование данной улицы. И в 2021 году уже получено заключение государственной экспертизы. В апреле был заключен контракт на строительство данной улицы с нашим подрядчиком. Финансирование строительства данной улицы ведется в рамках программы национально-безопасные и качественные дороги. То есть срок окончания работ запланированный по контракту – октябрь месяц. Улица наркома Малышева соединит братьев Кошериных и университетскую набережную. Чиновники сразу предупреждают – пробки по этому участку объехать не получится. Дорога имеет протяженность 430 метров. Она будет двухполосная, она не магистральная. То есть, грубо говоря, как районного значения. Будут две полосы, будут обустроены газоны, высажены деревья, порядка 58 штук деревьев и 7 тысяч метров квадратных газонов будет обустроено. Будут сделаны парковочные места, так как здесь присутствует социально значимый объект, это детский садик, и будет выезд на улицу университетская набережная. Выезд будет здесь не перекресток, будет въезд по ходу движения и выезд также только направо, потому что, чтобы избежать заторовых ситуаций на улице университетской набережной. Также изначально планировалось, что светофор, который обустроен, сейчас он будет в рамках этого проекта, но после несчастного случая, произошедшего в 2020 году, было принято решение светофор сделать раньше. Сейчас на участке ведутся работы по укладке ливневой канализации, после подрядчик приступит к строительству основной дороги. Смотрите, здесь расположено как, ну, условно говоря, в обратном направлении. Вот у нас братьев Кошириных, пешеходный переход в одном месте, в районе садика пешеходный переход, въезды во дворовую территорию. Здесь в районе садика места для параллельной парковки автомобилей, это для посадки и высадки, когда родители привезли детей. Это то есть мы предусмотрели, отдельной парковки не будет. И здесь парковочные места для, также если эти заняты, здесь высадил, перешел по пешеходному переходу, высадил. Этот участок у нас в районе университетской набережной, здесь у нас въезд будет так, и выезд только направо. Ширина проезжей части будет по 3 метра, каждой полосы, то есть ширина проезжей части 6. И тротуары по 3 метра же, да, мы завели, да, тротуары по 3 метра, плюс отделено газоном, вот, тротуар отделен газоном, где-то, где параллельная парковка, он, тротуар примыкает к проезжей части, чтобы люди не ходили через газон. То есть этот проект обсуждался с управлением архитектуры, обсуждался на тот момент, был вице-мэром Егоров Александр Васильевич, то есть постарались учесть максимально все современные тенденции, так назовем. Строительство дороги должны полностью завершить в октябре. После укладки асфальта здесь установят уличное освещение и проведут масштабное озеленение, высадят 58 деревьев и постелят 7,5 тысяч квадратных метров газона. Гарантийный срок по госпрограмме 4 года, то есть все недочеты, которые будут выявлены за этот период, бюджету города будут стоить 0 рублей и 0 копеек. Подрядчик устранит все за свой счет. Из грязи в современную магистраль почти что превратили улицу Татищева, точнее один из ее участков, который соединяет два молодых микрорайона северо-запада – Ньютон и Парковый. Раньше здесь была обычная грунтовая дорога. Она не отвечала требованиям безопасности ни для водителей, ни для пешеходов. Сейчас мы находимся на улице Татищева, на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сумина. Это объект у нас двухгодичный, начали это строительство в прошлом году. В этом году оно подходит в завершающую стадию. На сегодняшний день, в принципе, уже, как мы видим, обустроена проезжая часть с верхним слоем покрытия, освещение, тротуары. И на сегодняшний день завершаются работы по устройству покрытия на остановочной площадке. И остаются работы у нас по благоустройству. Это озеленение, устройство газонов и высоко крупномерных деревьев. Нам принято давно уже решение применять при озеленении крупномерные деревья. Это от трех метров и выше, от трех до пяти. И обустройство газонов. По породному составу основная часть, которая приживается в нашем городе, это липа, яблоня, ели, сосны. То есть, основные наши деревья. Жители успели оценить удобство. В тестовом формате дорогу открыли в начале зимы. Если правда, то открыли мы ее еще в прошлом году, зимой. Ну, то есть, поздней осенью, когда положили в нижних слоях и запустили движение, ну, правда, в ограниченном, не на полную ширину, а по полосе в каждую сторону, чтобы, во-первых, выставилась наша дорога под движением конструктивно, во-вторых, обеспечить людям, чтобы уже пользовались ее, жители паркового 2. Ну, это там перспектива, что здесь будет общественный транспорт ходить. То есть, сейчас устраиваются и обстановочные комплексы. Ямы, колдобины, трещины и прочие прелести бездорожья жители увидят не скоро. За каждым этапом работ, будь то выравнивание грунта или укладка асфальта, внимательно следили чиновники и эксперты. Привлечение специалистов к таким масштабным работам – фишка последних лет. Независимые эксперты проверяют подрядчиков по максимуму – от материалов до технологий. Как у нас, в принципе, заведено, на всех серьезных объектах у нас проводятся еженедельные совещания. Кураторы сюда приезжают чаще, то есть непосредственно, кто курирует данный объект, он здесь проявляется 2-3 раза в неделю. Опять же, как на всех основных стройках у нас здесь заключен контракт на строительный контроль, осуществляется, то есть независимый. Полный контроль со всех сторон. Во-первых, идет инструментальный контроль самой подрядной организации, то есть при выполнении работ мастером, прорабом осуществляется контроль выполнения технологии. Есть у подрядчика лаборатории, которая контролирует качество применяемых материалов. Строительный контроль также присутствует на объекте ежедневно, независимо уже от подрядной организации проводит проверку, как качество материала с отбором проб, испытания в лабораториях, так и технологии, и введение исполнительной документации. И, конечно же, дорога будет на гарантии. Раньше из бюджета тратились сотни, миллионы рублей на исправление ошибок подрядчика. Сейчас другое время. Гарантийные сроки по конструктиву. Верхний слой 5 лет, нижние слои 8 лет, земполотно 12 лет, бордюрный камень тротуар 5 лет, освещение 5 лет, гарантия на зеленые насаждения год. Любые повреждения, любые дефекты, будь это покрытие на творейшей части, на тротуаре, проблемы с освещением или все-таки с озеленением, все работы выполняются за счет подрядчика в рамках гарантийных обязательств. 20 августа час икс для дорожников. К этому времени на многих объектах города должны завершиться строительные и ремонтные работы. На Татищево подрядчик пошел дальше, обещает прийти к финишу уже в июне. У нас с контрактом предусмотрено где-то конец августа, сдача этого объекта, но, к счастью, мы его заканчиваем раньше, то есть, в принципе, дорожное полотно уже готово, то есть третий слой был уложен. В прошлом году мы уложили два слоя асфальта бетона. В этом году заканчиваем на данный момент тротуары, делаем благоустройство. Буквально на следующей неделе будут высажены зеленые насаждения. Поэтому, в принципе, объект к концу месяца будет уже готов к эксплуатации. Вы его откроете? Открывать будем совместно с КДХ, потому что объект нужно сдать сначала в эксплуатацию, потом, по-видимому, его смогут открыть уже заказчик. То есть, документы и закрытие я уже заказчику предоставлю к концу месяца по данному объекту. Участок достаточно короткий, небольшой, то есть, в принципе, сезон был ранний в этом году, что нам позволило, в принципе, раньше приступить к работам. Поэтому, соответственно, мы раньше сдаем этот участок дороги. И плюс погода, конечно, нам в помощь. То есть, дождей и осадков очень мало, соответственно, стоит теплая погода, что достаточно комфортно влияет на производственную работу. Дорожники в Чурилово в этом сезоне только начали работы. В микрорайоне приведут в порядок улицу конструктора Духова. Общая протяженность автомобильной дороги составляет километр 200. Начало дороги у нас берет нулевой пикет перекресток улицы Сергея Герасимова, конструктора Духова. По проекту там будет устроен перекресток с круговым движением. И далее дорога идет вдоль школы и заканчивается, где железнодорожный переезд. Вдоль дороги будут устроены тротуары по 2 метра шириной с двух сторон. Помимо тротуаров будут еще устроены газоны, выполнен посев трав, проложена новая сеть электроосвещения на цинкованных опорах. И будут выполнены заездные карманы, парковочные места небольшое количество, а также съезды в частный сектор. До этого времени здесь было, можно сказать, поле и небольшая грунтовая такая дорога, непригодная для нормального функционирования и, скажем так, жительства ближайших домов. Сейчас будет построена хорошая новая дорога. Данный объект у нас входит в состав федеральной программы безопасной и качественной дороги. И, конечно же, здесь все будет построено в соответствии с новыми стандартами. Даже вот взять инвертные материалы, фракции щебня уже идет другая, скажем так, новая, которая используется буквально последние два года, началась использоваться. В 19-м году здесь открыли школу. Дети были вынуждены ходить на уроки по бездорожью, каждый день рискуя попасть под машину. На современность и безопасность новой магистрали очень рассчитывают местные жители. Потому что дети вот сейчас идут со школы и перебегают здесь дорогу, можно, кстати, травмироваться и всякое. А там, если остановку сделают, то очень хорошо. Честно говоря, была удивлена, что она вообще строится здесь, потому что, кажется, какая-то тупиковая местность. И такую прям масштабную дорогу затеяли. Я в ней особо не нуждалась, потому что мы живем рядом, школа рядом, пешком дойдем. Ну а то, что там будут тротуары и освещения? Не, ну это, конечно, здорово. Ну, любому понравится, когда облагораживается твоя местность как-то. Ну, у нас рядышком дома. Я думаю, а кто подальше живет, им, конечно, необходимо. У нас перешел и все. А вот это кто на Зальцмана, но дальше им, конечно. Потому что здесь очень много детей учатся. Не только вот этот маленький микрорайон, но и подальше. Транспортная инструктура важна для района, соответственно. Подъездные дороги к школе тоже важны. То есть сейчас подъезжать к школе сложно, только вот, получается, через дворы можно пройти. Так вот, да, конечно, надо. Но опять же важно, чтобы правильно построенная дорога предполагает пешеходные переходы для детей, безопасность, да. Это тоже очень важно, потому что многие детки идут из Чурилова начального, да, оттуда. Поэтому очень будет удобно даже, я думаю, что и родителям будет спокойнее, чем они здесь перебегают дорогу. Для детей это удобно, как бы, чтобы была пешеходная. Потому что у нас много кто живет в частном секторе, и дети ходят туда, чтобы тротуарная была дорожка. Ну и для автомобилей тоже удобно подъезжать. Вне опасности дети окажутся к новому учебному году. Подрядчик обещает привести участок в порядок раньше сроков, обозначенных в контракте. Сейчас мы находимся на втором этапе. Данный участок составляет 270 метров протяженность. И мы сейчас производим работы по устройству корыта под дорожную одежду. Параллельно прокладываем инженерные сети, ревневую канализацию и наружное электросвещение. Срок работы контракта у нас запланирован на два года. Но к первому сентября текущего года мы выполним полностью отрезок от начала дороги до школы. Эти 270 метров планируются по контракту в 2022 году, но я думаю, мы закончим раньше. На сколько раньше? Планируем в этом. Здесь уже будет дорога, но без газонов. Только тротуар из двух сторон. И также новая линия электросвещения. Если успеют, в Челябинске в этом году появится как минимум шесть новых дорог. Не отремонтированных, а именно построенных с нуля. Плюсом набережная, которую подрядчик обещает сдать в августе.